Ушан Шагаев левша, стоит в такой фронтальной стойке, откуда ему очень удобно действовать обеими руками. Так видите, без особого почтения к Савону начал бой Ушан Шагаев. Самое главное не пропустить. Всем ясно, что Савон довольно примитивно сейчас использует только одну вещь. Это удар с дистанцией правой рукой. Ушан Шагаев левша, таким вещам должен привыкнуть. Проблема только в одном. Добраться до Савона. Потому что он очень высокий и очень длиннорукий. Дело в том, что Савону в предыдущих боях часто облегчал дело своим противникам, потому что что-то произошло с ним. Потерял он очень многие вещи, в частности умение держать дистанцию. Идет, атакует вперед с большим наклоном. Видите, вот как сейчас. И, соответственно, оказывается в пределах досягаемости. Говорил я вам, что Рушан Шагаев, если сможет преодолеть волнение, он навяжется вон. Хороший бой. Ровный раунд. Ровный. Который сразу поднимает вопрос. Сможет Шагаев прибавить здесь немножко? Тянется, видели? На повторе. Сами, наверное, тянется с этим правым ударом Савон. Навстречу противник. Уводит руку в сторону правую. Заметит это Шагаев. Будет у него Шаг. По ступениz. Прямо, по ступени. ВОТ block. Это, конечно, не его дистанция. Не Шагаева. Не нужно так далеко стоять от Савона. Это ему очень выгодно. Савон нам нужен бой в стиле Малетина. Бесконечное давление, без паузы. Видите, он тут устанавливает себе дистанцию, бьет с нее. Бомбардировка идет в дистанцию. Стоп! Стоп! А когда противник слишком близко подходит, он его просто отталкивает от себя. Что, в общем, правила не запрещены. Стоп! Что это такое? А, смотрите, как. Савона наказали. Молодчина Шагаев. Видите, как отгоняют его Тавон ложными длинными ударами. Он всегда, конечно, может пожестче один из них нанести. Пока что Шагаев очень строго держится. Плотно держит руки. Не рискуя подставить под удар. Такой вот неожиданный поворот. Сейчас для Шагаева самое главное, это не отдать преимущество. Хватит, если у него сил только. За довольно увесистых удары слева получает. Савон. Шагаев не себя. Третье поражение это будет, пожалуй, слишком. Представляю, что завтра будет на всяких совещаниях видеться. Сперекционалом. Шагаев предстоит штурм выдернуть. Обязательно побежите вперед с ударами от того. Обязательно. Ближе, ближе надо к салону держаться. Ближе. Не давать ему пространства для удара, чтобы вот такие рычаги ленющие. Что очень опасно дать ему возможность разогнать удар по траектории. Надо заставить его промахиваться. Надо. Я уже много раз говорил, что кубинцы очень не любят, когда на них идут. И очень любят, когда от них бегут. Выясняется, что они не очень-то здорово боксируют, когда противник идет на них. А уж в случае, когда они чувствуют, что они проигрывают по очкам, тут вдруг странная вещь происходит. Какой-то надлом. Такая-то тактика грубого навала сразу используется. За счет физического превосходства попытка подавить противника. Но, видите, она не удалась ни с Малахбековым, она не удалась с другими боксерами, но не удалась вчера с Пальком Пустой. Хладнокровие и твердость в бою с кубинцами, плюс хорошая доля агрессивности. Вот и все ключи к победе. Да, затолкал немножко от Авон Шагаева. Третий раунд только. Преимущество очень небольшое. И вот бросаться с дистанции – это гиблое дело. Перекрыться нужно. Слишком уж столбиком стоит Шагаев перед салоном. Спасибо. Продолжение следует...